Добрый день, дорогие друзья. В последнее время политическая повестка все больше и больше становится похожей на хронику происшествий. Вот мы постоянно слышим, как кого-то задержали, обвинили или осудили. И я сейчас говорю даже не только и не столько про оппозицию. Мы давно привыкли, что сажают мэров городов, затем в группу риска вошли, даже губернаторы. Но в последнее время под удар стали попадать бывшие действующие федеральные министры, крупные окологосударственные бизнесмены и даже полпредпрезидента в федеральном округе. Статистика подтверждает наши ощущения. Преследовать и сажать стали больше и чаще. Конечно, есть соблазн подумать, что в стране началась настоящая бескомпромиссная борьба с коррупцией. Что нет больше неприкасаемых даже среди самых высокопоставленных казнокрадов. В это хочется верить. Но не можется. Артенберги, Ковальчуки, Тимченко, все, кто сделали огромное состояние на государственных подрядах, по-прежнему неплохо себя чувствуют. Так же, как неплохо себя чувствуют и выдавшие эти подряды чиновники. Или вот возьмите два государственных монстра – «Газпром» и «Роснефть». Компании дешевеют, компании набирают кредиты, а их руководство обзаводится яхтами, дворцами, охотхозяйствами, и с ними тоже ничего не происходит. Никто их за коррупцию не преследует. Тогда в чем же дело? В стране уничтожена политика. Ведь политика – это легальная борьба за власть. А смысл всех действий Путина – это навечно оставаться во власти. И значит, политики быть в принципе не должно. Но там, где исчезает нормальная политика, появляются ее уродливые заменители. И вот вместо настоящих выборов, дебатов, агитации, мы имеем аресты, посадки и законы, делающие преступником каждого. Вообще каждого. Здоровая политическая конкуренция превращается в принцип «у кого погоны круче, тот и прав». Именно с этой точки зрения нужно оценивать очередной арест или громкое дело. Конечно, я не имею в виду, что все попавшие под каток уголовных дел невиновны или безгрешны. Наверняка у каждого из них есть грешки или даже грехи. Может быть, их даже есть за что посадить. Но ведь вся система путинской власти основана на поощрении воровства и коррупции. А значит, причины не в этом. Тогда как же, по какому принципу и кем определяется виновность в громких делах? Явно это делается не правоохранительными органами и не судами. Эти органы у нас только оформляют заранее уже определенное наказание. У каждого громкого преследования или ареста есть выгодоприобретатели. Кому-то приглянулось имущество жертвы, или его бизнес, или нужно убрать врага, или освободить для кого-то должность. В таких делах всегда есть корыстный мотив. Но просто мотива и интересантов, даже самых высокопоставленных, все-таки недостаточно. Решение уровня ареста министра или бизнесмена, из списка Форбс, конечно, принимает лично Путин. По какому же принципу он решает, кого арестовывать, а кого нет? Ясно же, что реальная коррупция его не так уж и волнует. Иначе бы он арестовал, во-первых, сам себя, как организатора и вдохновителя, как говорится, этих самых побед. Как я уже сказал, единственная цель Путина – это править вечно. Ну или пока, как говорят, смерть не разлучит нас. А значит, единственным преступлением в его глазах является угроза его власти, ну или другими словами, нелояльность. Поэтому громкие дела организовываются очень понятным следующим образом. Появляется интересант с корыстными или личными мотивами и одновременно доступом к Путину и к силовому ресурсу. Путину презентуются доказательства нелояльности выбранной жертвы и получается санкция на преследование. Нелояльностью может быть что угодно. Сотрудничество с западными разведками, финансирование оппозиции, ну или просто желание уйти на покой. Это ведь тоже подозрительно. Доказательства всегда одинаковые. Оно подготовлено спецслужбами, это папочка такая или файлик, который кладется на стол президента. Ну и, конечно, факты там творчески переработаны. Вот получив санкцию первого лица, интересант включает свой доступ к силовому ресурсу. На этом этапе появляются аресты и официальные обвинения. Реальную причину преследования публике, естественно, предъявлять нельзя. Поэтому для общественности изобретается некое формальное обвинение. Поскольку формальное обвинение призвано скрыть настоящие причины, то оно выдумывается абсолютно на ходу и выглядит часто абсолютно неправдоподобно. Ну или, по крайней мере, не очень правдоподобно. Например, невозможно поверить, что Улюкаев мог вымогать взятку Сечина. Ну, министр же не идет, он понимает реальное соотношение сил. Это, кстати, не означает, что Улюкаев вообще не мог брать взяток. Еще как мог. Но только в этом случае причины ареста были совершенно другие. В целом, эта система абсолютно не нова. Но в последнее время в ней появились два принципиально новых момента. Во-первых, резко на порядке снизилось количество неприкасаемых. Сколько вот сегодня в стране людей, полностью гарантированных от преследования? Человек 100? Не больше. И их количество сокращается. Во-вторых, резко усилилось наказание за реальную или воображаемую нелояльность. Когда-то это была просто отставка. Ну или понижение. В редких случаях политическим противникам могло угрожать лет 10 тюрьмы. Как в моем случае. А сейчас запрашивают 20 лет и больше. Вы ведь вот заметили, что теперь по громким делам стали сплошь и рядом применять 210 статью Уголовного кодекса. Это создание преступного сообщества. А при некоторых раскладах эта статья дает вплоть до пожизненного. Я не знаю, в чем виноват Магомедов или, например, Абызов. Но 210 статьи у них точно в нормальном законе быть не должно было. Создание преступного сообщества – это статья для настоящих мафиози. Для организаций, созданных для торговли оружием. Оружием, людьми, наркотиками, для грабежей и убийств. К слову, в отношении настоящих мафиози 210-ю у нас применяют крайне редко. Ведь в их настоящих преступных сообществах часто состоят многие наши крупные силовики или их дети. И вот получается забавная ситуация. Мы как-то резко перешли в новую стадию. Сейчас интересы главной путинской опоры, верхнего и среднего звена чиновников, могут начать совпадать с интересами страны. Ну, во всяком случае, до некоторой степени совпадать. Для чиновников, провластных политиков и бизнесменов резко меняется соотношение прибыль-риск. Кормовая база и прибыль снижаются вслед за экономикой. Вызванные международными авантюрами санкции отрезают путь на Запад. А вероятность попасть под посадки растет с каждым днем. Ну, раньше все понимали. Ну, в конце концов, арест или даже вот тюрьма, это не смертельно. Максимум пять лет, потом УДО и продолжай наслаждаться жизнью и деньгами. А теперь нет. Двести десятая статья и двадцать лет тюрьмы – это все грозит даже вот бывшему заместителю министра культуры. Двадцать лет в российских тюрьмах – ну, это все. К деньгам и красивой жизни уже не вернуться. Супчик бы осталось, чем похлебать. А главное – нет никакой логики и страховки. Вот получил ваш враг или враг вашего начальника доступ к уху Путина – и все. Папочка с реальными или выдуманными доказательствами вашей нелояльности найдется на каждого. Каждый из нескольких тысяч министров, депутатов, сенаторов, губернаторов, бизнесменов из Форбса находятся сейчас в зоне риска и могут стать следующими. Путин никогда не был президентом всех россиян, это совершенно очевидно. Это только лозунг. Но хотя бы особо не мешал им жить и зарабатывать. Затем, долгое время, он представлял на интересы нескольких миллионов выгодоприобретателей режима – чиновников, силовиков, части бизнеса. Но сейчас все идет к тому, что Путин становится президентом 20, максимум 30 ближайших его соратников. Под них заточена вся система распила бюджета. Только им гарантирована безопасность. Все остальные в зоне риска. Даже если сами этого еще не понимают. Даже если они думают, что договорятся. Даже если думают, что уедут. Не договорятся. И не так просто будет уехать. И скоро они это поймут. А значит, в стране становится все больше и больше людей, кто объективно заинтересован в нормальной судебной системе. В четких правилах игры. В том, чтобы власть не была сосредоточена в руках одного немолодого, уже с параноидальным сознанием человека. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова